Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном, печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад. Приветствую всех собравшихся. Цель и формат сегодняшней встречи, отталкиваясь от книги «Матрица общественного сознания», обсудить сущностные проблемы. Я пойду дальше, поскольку время уже некоторое прошло с издания книги. Появляется новая информация, новые факты. И в этой связи книга и вот такие, в общем-то, наши встречи, они будут, в общем-то, как бы в совместной упаковке. Это не будет полным дублированием этой книги, хотя, понятно, те базовые концепты и положения будут освещаться. И прежде чем переходить к, собственно, изложению, несколько оговорок. Конечно, 22-й год оказался пересечением некого принципиального по важности рубежа. Мир, как бы к этому кто ни относился, он стал другим. Обратного, в общем-то, пути уже нет. И в этой связи работа в парадигмах, которые обозначены были и которые воспроизводились до 22-го года, они по-любому не работают. Оговорка номер два. Мы вступили в острую фразу, ну, кто говорит глобальный конфликт, кто говорит глобальная гибаидная война, а это на уровне концепции внешней политики вынесено определение. Кто говорит война цивилисонная, но по-любому мы вступили в некое столкновение. И понятно, что в ситуации мира и в ситуации войны все институции должны работать, должны работать иначе, иначе, чем в мирное время. Иначе должны работать институции, связанные с управлением, с финансами, с образованием, с наукой, ну, и, в общем-то, значит, со всеми институциями жизнеустройства. Ну, и оговорка номер три. Наши гуманитарные науки и гуманитарные образования оказались совершенно неготовыми к этой ситуации. И более того, в определенных аспектах они работают деструктивным образом. Как так получилось? С чем это связано? Вот мы и попытаемся разобраться и некоторые объяснительные модели происходящего рассмотреть. Итак, первая позиция. Первая позиция. Почему, собственно, книга названа так? Матрица общественного сознания. Мы так или иначе живем в системе стереотипов. Любой человек. Так устроено человеческое мышление, что есть некие стереотипы, есть некие представления, как человек для себя объясняет мир. Выстроена система представлений. В этом отношении мы живем в матрицах. И задача противника – навязать свою матрицу. А наша задача – деконструировать эту матрицу противника, разоблачить те, в общем-то, основы для этой выстраивания матрицы противника и взломать. Ну, для победы и в глобальном противостоянии, конечно, нам надо навязать циничную двоюю. Свои матрицы, значит, и тем победить. И в этом отношении, ну, даже процесс образования, он ведь как выстраивается? Концепция развивающего обучения. Она на чем была выстроена? Ну, так или иначе, есть у обучающихся некие стереотипы. Мы их взламываем. Для него это открытие. А потом закайпляем достигнутые новые позиции. Эмоционально, мировоззренчески, логически, по-разному. Итак, вопрос о, собственно, матрицах общественного сознания. Откуда они берутся? И, собственно, как работать с этой категорией? Общая методология, которую, в общем-то, используем, которая применяется и в управлении, и в образовательном процессе, она выражается следующей цепочкой. Ценности. Начинаем с ценностей. Что для нас ценно? Для управленческой команды, для того, кто реализует, например, образовательный процесс. Ценности. Какие это ценности? Дальше цели. Цели, как... Что мы хотим достигнуть на основании поставленных ценностей? Куда мы идем? Цели. Дальше возникают проблемы. Что такое проблемы? На управленческом языке проблемы – это и есть препятствие для достижения поставленной цели. Что нам мешает? Какие существуют барреры, которые нам надо взять? Вот в различных, как бы, мозговых трестах устраивают такие проблемные декомпозиции. Это, ну, если представлять этот процесс, это огромные развернутые полотна, где сотни, а то бывают и тысячи вот этих вот проблем, которые возникают при разложении интегральной проблемы. Что мешает? Дальше советство или решение. Что такое на управленческом языке? Ну, это нормативно-правые акты, это технологии, это методы, это какие-то конкретные действия, это кадровая политика, это вот советство. Большая бывает беда, и это у нас большая беда такая, когда советства подменяют собой ценности и цели. На управленческом языке подмена ценностей и целей советствами называется бюрократия. Вот бюрократия возникает вот здесь, когда советство выдается за цель. Отчеты, ну, может быть, и важны отчеты для контроля, но когда отчеты становятся целью, все, система парализуется. Значит, с этим у нас действительно большая беда. И установка, а нам нужны управленцы-технократы, до недавнего времени говорили, ну, они нужны на своем месте. Но нам нужны еще управленцы-стратегии, идиократы, иначе если советство станет единственным, а ведь к разным целям и разные советства, не всякая технология работает по отношению к разным целям. И тогда мы достигаем результат. Наш сегодняшний разговор о первом уровне, где ценности и цели. Там, где ценности и цели, это может быть названо как идеология. Идеология у нас, как бы, статья 13, она запрещает идеологию. Но, говоря по-другому, запрещены ценности и цели. Но не может государство сочетать без ценности и цели. Почему? Ну, потому что вы так или иначе принимаете какое-то решение. Вы из чего-то ведь исходите. Когда это решение выбираете то, а не другое, по-любому присутствуют ценности. Но когда эти ценности не осмыслены, то это называется пост-идеология. Что такое пост-идеология? Чем она отличается от идеологии? Идеология, когда ценности осмыслены. Вот 20 век, Советский Союз, был и идеология. Потому что осмысливали, куда идем, зачем, какие доводы приводили. А бывает пост-идеология по принципу «как само собой разумеющееся». Ничего нет само собой разумеющегося, ни одной позиции. Но пост-идеология нечто внедаяет «как само собой разумеющееся». Это основание для системы внешнего управления. Ну, конечно же, демократия либеральная. Конечно же, рынок. Ну, кто же вышел против рынка? Ну, конечно, рынок. А почему рынок? А почему демократия? А почему многое другое? И кто сказал, что это безальтернативно? То есть внедрена пост-идеология по принципу «как само собой разумеющееся». А на самом деле это на другом языке система внешнего управления. Если нет собственных смыслов и целей, придут ценности и цели, навязанные внешним субъектом. А картинка эволюции, войн. Ну, когда-то войны – это были столкновения боевых единиц, вооруженных групп. И, в общем-то, задача была уничтожить, физически нанести урон противнику. Конечно, и тогда использовались инструменты воздействия на сознание противника. Это было, собственно, всегда. Но главная была задача победить в физическом смысле. Уничтожить врага. Две армии сталкиваются. И задача – кто более героичен, у кого лучше полководцы. Все решается на поле боя. Войны типа номер два. Это уже войны систем. Здесь задача не столько поразить боевую силу противника, сколько систему разбалансировать противника. Вот войны XX века – это уже войны систем. Наша победа в Великой Отечественной войне – это в том числе победа системы, которая существовала тогда, в XX веке. Ну и, наконец, третья эпоха – это эпоха когнитивных войн, где пространство войн уже – это не поля сражений, не противостояние даже систем, хотя это тоже никто не отрицает. А это воздействие, это борьба за умы и сердца. И не только за умы и сердца, еще и тут сфера подсознания возникает. Войны когнитивные. Вот введено понятие «ментальные войны». Ну, мне более близко понятие «когнитивные войны». Значит, поскольку не только о менталитете идет речь о ментальности, а, в общем-то, войны сознания. На уровне этих войн исчезает разграничение, собственно, где пространство войны, где пространство мира. Это во-первых. Во-вторых, исчезает понятие «мирное население», поскольку можно воздействовать на каждого. Нет мирного населения. И нет пространства, где нет войны. Потому что воздействуют современные интернет и прочие вещи. Они охватывают всех. И вот мы перешли в эту стадию. Когда хотим мы этого или не хотим, мы находимся в пространстве войны. Ну, представляется схематически это так. Это исследование не у нас, и не у нас. Не у нас больше, причем раньше началось все это дело. Значит, войны боевых единиц, поражение живой силы противника, войны систем, поражение инфраструктур противника, информационно-психологические войны. Это поражение воли противника. И, ну, кто думает, это конспирология? У американцев есть такая практика. Они периодически за прошествием срока давности рассекречивают некие документы. Ну, в частности, документы несколько лет назад были рассекречены ЦРУ начала 50-х. Ну, там понятие информационно-психологической войны используется. По отношению к Советскому Союзу уже тогда была взята установка, причем описывается. Никакого секрета. Это не конспирология, это данность. По меньшей мере, с начала 50-х годов, как там это воздействовать, ставили вопрос, а что делать? 51-й год, методичка ЦРУ. Что делать после того, как уйдет Сталин? В 51-м году они... Знаете, очень удивительно, даже поразительно совпадение почти полное методических рекомендаций ЦРУ и выступление Хрущева на 20-м съезде КПСС. Пока без вот этих вот рассуждений, что это могло быть, но мы фиксируем фактически вот этот план десталинизации, который США рассматривали как борьбу с противником. Ну, по этим методическим разработкам фактически полностью осуществляется политика сей день 50-х годов. Это информационно-психологические войны. Ну, еще можно как иллюстрацию сказать, знаете, в рамках культурной антропологии американской. А что такое вообще культурная антропология? Культурная антропология, исходно, это как управлять туземцами. Вот она возникла, у нас сейчас тоже апеллёк. Давайте вот культурную антропологию. На самом деле это наука, как управлять туземцами. Значит, а как туземцами управлять? Можно жёстко, уничтожение, резервация, а можно мягко. Вот концепция мягкой силы, ная, она идёт, восходит к культурной антропологии. А культурация, то есть как из туземца сделать белого, ну, белого не по цвету кожи, а по таким же культурным нормам. Это колониальная наука, и она, в общем-то, работала и продолжает работать в этом духе. Когда говорят о культурной антропологии, ну, это колониальная наука, как управлять туземцами. А дальше они переносят эту науку, условно говоря, как работать с другими странами. Есть позиция такая, три типа культуры. В рамках культурной антропологии ещё 50-е годы. Это аполоническое, рациональное, геонессийское, чувственное. Они поддаются оккультурации, только одни за счёт рассудка, первые, вторые за счёт эмоционального включения. Есть культура параноидальная. Культура параноидальная – это те, которые живут образом врага. Ну, как вы думаете, к какой культуре относится Россия по их расчётам? Она не подлежит оккультурации. Она подлежит уничтожению. Так же, как уничтожались те индейцы, на которых был поставлен КАЭС. Это вот истоки-то оттуда. Что интересно, вот в рамках концепции информационно-психологических войн была очень такая тема, важная в культурной антропологии, разрабатывались этнические страхи. Что у каждого этноса, у каждого народа, есть свой набор страхов. Он на подсознательном уровне. Он формируется за счёт воспитаний, за счёт сказок, культурных кодов, много чего другой, истории. Но он различный. Если знать топосы этнических страхов соответствующего общности, можно в панику ввести в любую общность, в любой этнос. Даже не путём прямой пропаганды. Путём, в общем, как бы неких образов, значит, проговоров и прочих вещей. Очень интересные разработки. Они начали в 60-х, а в 70-х годах они очень были широко представлены. А потом, в 80-е годы, как по мановению волшебной палочки, это всё исчезает. Публикации прекращаются. Из чего можно сделать простой вывод, чтобы всё пошло в дело. А дальше начинаются цветные эволюции. Ну и четвёртый этап. Когнитивные войны. Это даже не информационно-психологические, когнитивные. В чём разница? Информационно-психологические войны панику вызвать у противника, подавить волю противника. Он дальше будет не готов вести байбу. А когнитивные войны, они более изощрённые. Но воздействует на сознание противника, чтобы противник ликвидировал себя сам. Он не будет даже понимать, не будет даже понимать, что вообще ведётся какая-то байба. Вот это. Помните высказывание Бисмарка? Говорил я это? Бисмарк не говорю. Не важно. Кто-то говорит, кто-то другой говорит. Русских невозможно победить. Мы в этом убедились сотни раз. Но им можно поверить лживые ценности. И тогда они себя победят сами. Вот установка «тогда они победят сами» – это когнитивные войны. Высшее искусство заставить противника сам ликвидироваться. Какие некоторые апелляции? Ну, это отдельная тема. Будем к этому возвращаться. Одна из тем будет посвящена манипулятивным методикам. Ну, пока скажу. Джон Уорден, в частности, одна из разработок. Нужно и других авторов назвать. Вместо классической войны снаружи во внутрь, война изнутри наружу. Ну, классическая война. Нападает одна держава над другой, вступают там в бой пограничные силы, сметаются войска, дальше враг доходит до столицы и пытается установить свой режим. Войны 1812 год, 1941 год – это вот такого типа войны. Это очень затратно и дорого. А лучше воевать изнутри наружу. Поразить первоначально элиту, взять под контроль ключевые институции, а уже потом, потом пойдут и войска. Ну, это принципиально другая постановка вопроса. Это технологически более легкая операция. И дешевая, главное. Потому что они же менеджеры. Они же рассчитывают, что и сколько стоит. И не кажется ли, что наш 91-й год – это как раз вот эта операция. То, что они обсуждали это на мозговых штурмах еще в начале 50-х, конец 40-х, начале 50-х. Это точно? Это известно? Мозговые штурмы, как уничтожить СССР? Были. Ну, не знаю, были ли у нас штурмы, как уничтожить США? Может быть, и были, но об этом ничего не известно. Об этом ничего не известно. Они не то, что открыто, но так известно, что обсуждали. Как уничтожить Советский Союз? Но ведь были же планы конкретные нанесения ядерных ударов. Когда они обладали монополией на атомную бомбу, были конкретные планы, когда сроки установлены, когда сбрасывают. Это не скрывается, собственно, это все признают. По одному из планов они рассчитали, 65 миллионов человек должно было быть уничтожено. И был подписан этот план. Никакие соображения, гуманности, никого не останавливали. И они бы это применили, если бы не стратегический расчет. Военные игры были проведены. Даже если бомбардируют атомной бомбой советскую территорию, по этим играм получалось, Красная Армия все равно побеждает. расчет через сколько дней и недель, а это буквально сроки так были ставлены, силы Красной Армии очень велика тогда. Советские войска будут в какой из европейских столиц? Они отказались. Не потому что там гуманные соображения, потому что понимали, что получат очень мощный удар. Если они это начнут. Победить военно нельзя, экономически победить тоже нельзя, ибо другая фраза Бисмарка, русские особенно опасны мизерностью своих потребностей. Обычно опасно, когда очень много потребностей, амбиций. А тут опасны мизерностью потребностей, что нельзя на крючок подсадить. Ну, плюс и потенциалы, как бы сейвы и прочие. Мы, в принципе, единственная потенциально самодостаточная страна в мире. Больше таких стран нет. А вот, ну, остается только третий путь. Чтобы победить, можно вот воздействие на сознание, на саждение пятой колонны. Ну, в общем, это путь другой. Третий путь. Он, собственно, из-за расчетов, из-за обсуждений как бы американской интеллектуальной элиты. И это даже и не скрывается, что такие обсуждения были. Вот это все, они к этому выводу пришли. Поэтому все это не просто как бы высокая, значит, философский дискурс. Это конкретная практика. Это конкретная практика. Эта практика стоила существованию СССР. Точка уязвимости. Нет государств, не имеющих точек уязвимости. Главное, метафора ахиллесовой питы. У каждого есть своя ахиллесова пита. Надо найти эту ахиллесовую питу и туда нанести удар. Пусть это огромная по потенциалу система противника. Не бывает, чтобы не было точек уязвимости. Развалить целевым образом можно любое государство. Только надо прицельно выстрелить. Соответственно, система должна наоборот, она тоже должна изучать, а где точки уязвимости. Их минимизировать и их защищать. есть точки уязвимости США. Их много причем. Есть точки уязвимости Китая. Были точки уязвимости у нас. Когда Рональд Рейган, а он, напомню, был актер, он признавался, я порядка 20 раз смотрел советский фильм Москва солидам не верит. И теперь я понимаю, как победить СССР. Он что-то в этом фильме обнаружил для себя. На что надо бить? В какие точки надо бить? Ну, в общем-то, это никуда от этого не ушли. Но теперь переходим к гуманитарным и общественным наукам. Ну, это схематически, можно тут и другой бы ряд выстроить. Ну, в общем-то, уже достаточно фиксируется, как только, собственно, возникает наука. Науки возникают в современном смысле из теории двух истин, как разделение религиозного научного знания. Где-то это все завершается, этот процесс, 17 век, в современном смысле науки. Ну, в общем-то, и сразу появляются некие общественные концепты. Вот концепция восточной деспотии, позиция об отсталости Востока, просветительская позиция дикость воровства цивилизация, Мальтус с его демографическими войнами. Вот интересно, что когда сопоставляешь выход соответствующих трудов, ну, они очень были политически своевременно, так сказать. все эти труды, вот начинается какая-то война, и тут прямо выходит соответствующий труд или трактат, который по большому счету оправдывает, легитимизирует ту или иную войну. Западная гуманитаистика исходно была на службе западного колониализма. И это не пропагандистский какой-то штамп, это действительно так. Вот когда возникает, ну, точно там, колонизация Индии, мы смотрим большой спектр, и тут труды появляются обосновывающие. 19 век, это еще в большей степени усилилось, и та же, значит, колониальные наступления, и геополитика, а я напомню, труд Макиндера, это 1904 год, русско-японская война, и тут Россия проразглашается осью истории, Хартленд, точнее, фактически совпадающий с Россией. А значит, надо англичанам, американцам поддержать Японию в этой войне, ибо Хартленд ведет борьбу не с Японией, а он ведет борьбу с мировым, с внешним полмесяцем, с атлантическими силами. Ну, вся эта, в общем-то, политика обосновывалась, соответственно, вот этими реальностями. Ну, одна из апелляций, одна из апелляций Чарльз Дарвин, знаете, меня в свое время, когда я впервые прочитал происхождение человека, плавлый отбор происхождения человека, меняет работа Патайсла. В каком смысле Патайсла? Ну, у нас же была, входила в спектр советской рекомендуемой литературы, а там откровенный расизм. Он там не просто расы, это разные, это в борьбе существования разные видовые ответвления, одни выше, другие ниже. В общем, в жестких характеристиках, значит, прям бы удивительно, как это вообще могло быть допустимым. У нас, причем, работу обычно открываешь, какую работу? Какая главная работа Чарльза Дарвина? Главная работа Чарльза Дарвина – происхождение видов путем естественного отбора. А теперь я называю полное название работы, как оно звучит действительно. О происхождении видов путем естественного отбора или сохранения избранных рас в борьбе за жизнь. Ну, так оно звучит. Значит, дарвинизм, он, в общем-то, тут есть и научная проблема. В чем еще удивительно, ну, ладно, хорошо, там увидели какие-то этически несоответствующие вещи, расизм, но ведь в научном плане там достаточно уязвимая вещь. Там какая главная проблема дарвинизма? То, что вот увидели виды, а межвидовых переходных особей нет. Но Дарвин говорит, ну, 19 век, еще найдут. Ну, вот прошел уже сколько, 21 век, и ничего не нашли. Есть виды, а межвидовых переходов, если это так по Дарвину было бы, значит, было бы обнаружено, нет. Ну, то есть концепция странная, научная, имперически не подтверждается, этический и мировоззренческий расизм. Ну, в общем-то, у нас пока все, естественно, научные концепции на дарвинизме выстроены. И пока это, чтобы там пересматривать, никто это не собирается. Значит, ну, а что интересно, вот эти работы Дарвина, как раз новая фаза прорыва англичан к колониальной политике, покоение Индии окончательно англичанами, и тут работы Дарвина, которые так и надо, это высшая миссия, белые должны господствовать и доминировать. Дарвинизм об этом. Ну, конечно, там Дарвины использовали все по-разному, и либералы, и коммунисты, и нацисты, все его использовали. Значит, брали свой аспект кому-что было интересно, ну, напомню, капитал Митмаркса был посвящен Дарвину, ну, и Гитлер тоже очень высоко ценил Дарвина, и Спенсер, либерал, тоже высоко ценил, они все ценили, но разные вещи. Кто-то Байбуза существования брал, кто-то идею вот этого расовой иерархии брал. Ну, вот это как пример, как работает, соответственно, наука. В 20 веке что изменилось? Наука тоже продолжала работать на политику, но она уже стала работать с опережением. Смотрите, что происходит. Холодная война, биполярный мир, две системы, которые противостоят друг другу. А что в интеллектуальном пространстве? А там совершенно другую модель. Концепция постиндустриализма, это не две системы, а это нечто, постиндустриальный мир. Концепция конвергенции, много разных концепций, которые, это все в холодную войну они все выдвинуты были. Те, которые сегодня составляют багаж, это образы будущего, которые оказались, что это будущее проектируемое. Общественные науки сегодня не только вот фиксируют, они в 19-18 веке подверстывались под политику, фиксировали это, а в 20-м веке они стали в значительной степени проектировать это будущее. Но я бы сослался на... Мы как-то это разберем отдельно, значит, не сегодня, поскольку это такая отдельная тема, это глобальные тренды ЦРУ. Раз в пять лет, это открытая вещь, такая аналитическая, раз в пять лет американцы выходят с этими глобальными трендами, где дают прогнозы мира, как будет развиваться мир. Сценарные, может в мир пойти так, а может так, но помимо всего прочего это такой вброс в сознание, потому что все привыкают, а вот там американские ученые, аналитики такую проекцию мира. Это не только прогноз, но это и проектирование. Проектированием мира они фактически занялись уже в 20 веке, и это новая фаза. Но смотрите, что так называемые глобальные проблемы современности. Как это вот до недавнего времени? Понятно, 22-й год поменял все, ну, как бы, ну, даже так сказать, до 14-го скорее года, значит, в чем там дискурс по поводу глобальных проблем современности. Какие угрозы? Терроризм. А как решать проблему терроризма? Ну, должна быть международная борьба против терроризма. Мир должен объединиться для подавления террористической угрозы. если будет в этом время или, может быть, в следующий раз мы там посмотрели, динамика публикаций о терроризме и террористические акты. Вначале идет повышение динамики публикаций, а потом террористические акты. Ну, казалось бы, террористические акты, ответ публикации. А тут нет, вначале поднимается тема, а потом, значит, теракты, это нечто другое. Это для чего-то нужна была эта тема глобальным игрокам. Ну, и тема возникает, что, ну, безопасность под угрозой. Надо несколько ограничить свободу. Безопасность, свобода в обмен на безопасность. Новое переселение народов, мигранты, мигранты, волны мигрантов. Тема возникла давно, значит, надо как-то барьеры выставить. Ограничить эти потоки. Иначе, вот видите, какие катастрофы происходят. Война цивилизаций. Хантингтон прогласил о том, что цивилизации не могут сосуществовать. Они столкновение цивилизации, особенно западно-исламской, но не только их. Ну, значит, должен быть, чтобы вот к этой катастрофе мир не подошел. Нужен что? Нужен международный арбитраж. Кто-то должен эти вопросы решать. Финансовый кризис, когда он гаянул финансовый, ну, это тоже особая история, потому что выходили ведь работы, которые доказывали о том, что, ну, не может быть. Все, кризисов не может быть. Нобелевские премии вручались с обоснованием того, что капитализм изжил кризисы. И вдруг 2008 год нигде академическое на уровне так альтернативного видения предсказывали, а академическая наука нигде не предсказала этот кризис. Ну, о чем стали говорить? Ну, а как с кризисом-то бороться? Ну, надо интегрировать финансы. Интеграция финансов. Национальные государства утрачивают свои функции. Кризис национальных государств. Когда Обама еще вступал в президентское кресло, ему были доклады, что мир Висфальский заканчивается. Все, закончен. Национальный государств не будет, будет нечто другое. Это вот такие доклады окормляли его политику. Что надо, как выходить из этой ситуации? Надо создать нечто наднациональное. Наднациональное. Катастрофический характер загрязнения окружающей Саиды. Сегодняшняя повестка, с которой активно выходит демократическая партия США, а не прямо есть стратегия национальной безопасности американская брать. Это прямо вот, ну, помимо русской угрозы, тема номер два, наверное. Экология. А как бороться с экологией? Ну, ведь мы соседи, атмосферу загрязняют там, предположим, в Китае, а страдают все. Значит, должен быть международный контроль за экологической ситуацией мира. Коллективная экологическая безопасность. Перенаселение Земли, неконтролируемая переросчисленность в странах периферии, давнишние, то есть 70-е годы, по заказу Киссинджера, он возглавляет проект. Угрожает ли Соединенным Штатам Америки ростчисленности населения в мире? Угрожает. Поэтому опубликован, меморандум 200 это называется. Значит, поэтому надо как-то регулировать. Регулировать рождаемость. Вот возникает программа планирования семьи, и прочие вещи. Должен быть международный мировой контроль за демографическими процессами. Угроза распространения эпидемиологической катастрофы, которые пойдут из стран периферии, они несут соответственно эти угрозы, значит, ну, соответственно, надо взять под контроль. Они не справляются с этой эпидемиологической обстановкой страны периферии и несут, вот в общем-то, это заражение. Кстати, я вот вспомнил про глобальные тренды ЦРУ, где развернуто 2012 год, все, тут никакой конспирологии, все опубликовано. О чем говорят? Ну, вот там они рассматривают один из сценарных вариантов развития. Сценарный вариант развития называется слияние. слияние, что человечество идет, вот, должно пойти, как решить глобальные проблемы, то путем слияния. Но человечество не готово пока к этому. Значит, все это, вот формируется такая повестка, к чему это подводит? Подводит к одной точке, вот аргумент, 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 под что? Ну, очевидно, нужен институт, который будет решать эти глобальные проблемы. Это называется мировое правительство. Ну, под это. Вся гуманитоистика общественной науки под это. Без мирового правительства не справится человечеству со всеми этими вызовами. Теперь к нашей, к нашей истории, к нашей истории. В 80-е годы Андропов произносит фразу «Мы не знаем общество, в котором живем». Удивительное дело, которое кого-то поразило в советском обществовании. Как это так? Столько десятилетий советской власти работали там всякие институции, а тут мы, оказывается, не знаем, что же за работа была такая этих институций. Ну, действительно, значит, столкнулись с такой ситуацией. Конечно, позднесоветское обществоведение погрузилось в глубокую схоластику. Этого не было на начальном периоде развития Советского Союза. Наоборот, интеллектуально опережали. И опережали концептуально, теоретически. Это отражалось в том, что борьбу за умы и сердца на восходящей стадии советского проекта выигрывали. Мировая интеллектуальная элита, но все были симпатизирующие СССР. Доминировала это. Доминировала. До какого-то периода, на каком-то периоде останавливаемся, начинаем воспроизводить схоластику, и советское обществоведение к началу 80-х годов уже никаким образом не объясняло то, что происходит в мире, давало неадекватную картину то, что имеет место в Советском Союзе, но, в общем-то, была методологически нефункциональна. Я бы даже не сказал, что это был марксизм, потому что от Маркса существенно отступили в эту схоластическую сторону, превратили в нечто вульгарно упрощенное, в нечто иное. Ну, так было проще, ну, достаточно там с бытием определяет сознание, ну, наверное, наиболее характерный такой вульгарность, которую, в общем-то, как бы, значит, перетолковали в эту сторону Маркса. Ну, многие говорят о том, что, ну, было такой феномен, тоже отражающий, было официальное знание, как управлять, оно не годилось никуда, а была устная, которая не могла быть выражена, потому что она противоречила схоластике, а это как бы учили вот непосредственно, из уст в уста, так сказать. И когда поисеквались эти передачи из уст в уста, эту информацию, все, ну, соответственно, и как бы никто не знает, как управлять. Ну, например, как управлять чрезвычайных ситуаций. Приходят сейчас вузы, в том числе ведущие, многие представители ответственных органов, говорят, ну, а где бы взять, как вот, в ситуации форс-мажора выстраивать управление? А никто не знает. Потому что советская модель работала на форс-мажор. Если завтра война, что надо делать? Один, два, три. А менеджмент это не об этом. Он не работает. Он, это максимизация прибыли при минимизации сдержек. Итак, первая часть схоластическая позднесоветского обществоведения никуда не годилась. Начало 80-х годов. Одновременно вторая часть латентная зачастую те же самые люди, которые публиковались и несли позднесоветскую схоластику, они при этом начинали как бы все больше погружаться в западное обществоведение. На полузакрытых, закрытых совещаниях, клубах, где-то это еще с конца 60-х годов начинаются обсуждаться вот эти западные обществоведческие концепты. Так вот, эти концепты создавались с той стороной. Эти концепты в значительной степени они создавались в условиях холодной войны и были заточены в том числе а какая задача-то гуманитаристики обществоведения, если она работает на государство? Своей стороны обеспечить победу этого государства. Вот так вообще должны работать. Ну так вот, первая часть нефункциональная, вторая часть направленная по большому счету на подрыв и уничтожение СССР. Когда открываются шлюзы, а они были открыты в второй половине 80-х годов, первая часть сразу уходит, оказывается недискутабельной, вторая откровенно переходит на позицию противника. Какова роль гуманитарных и обществоведческих наук в уничтожении СССР? Большая. Можно сказать, большая. Потому что все эти стратегические ловушки, они же были подсказаны, выдвинуты именно там. Наука. Принимайте решения. Как там, как без рынка. Ну, значит, только один пример приведу. Но ведь были, понятно, что надо было проводить некие ай-формы. Но в каком направлении вот это было не очевидно. Было две группы. Первая группа, значит, ну, к ней, например, принадлежал бывший чемпион мира по шахматам Ботвинек. Он был увлечен идеей о том, как, в общем-то, значит, автоматизированная система, сегодня называют искусственную интеллекцию, то же самое поселла ловушка, у нас будет одна из тем. Потому что, ну, там, как бы, в Советском Союзе называли это автоматизированную систему управления. Потому что интеллект, это определенное допущение, что это так же устроено, как человеческий мозг. А это не так устроено. Значит, а тут, ну, такая ловушка с последствиями. Ну, так вот, Ботвинек был сторонник идеи, как и другие, значит, о том, что надо модернизировать госплан путем включения новой вычислительной техники. 500 таких точек по Советскому Союзу создается. Огромный проект. Американцы были очень напряжены. Говорили, что это вот, называли это кибернетический коммунизм. Идет. Если выходит на уровень кибернетического коммунизма, все, это беда. То есть, Америка проигрывает, боялись этого направления. Не сворачивать государство, а наоборот, выводить на новый уровень за счет привлечения новых технологий. Не отказываться от госплана, а наоборот, совершенствовать его. Действительно, кто сегодня говорит, что госплан это одно из величайших, если наш вклад в мировую, наш вклад в мировую политологию, если называть вещь своими именами, главный, это система Советов. Ну, как бы западное разделение властей, вот это мы предложили миру. Без всяких, тут многие системы государств не по этой модели. А наш вклад в мировую экономическую мысль, госплан, никто ничего такого подобного не создал. Сегодня, когда задаешь вопросы специалистам, говорят, сейчас не можем создать. Ну, во-первых, мы даже не знаем, как рассчитывать. специалисты, сегодня-то при ситуации всех этих возможностей работы с большими объемами данных специалистов, специалистов, вот это был первый путь. А второй был путь, вот рыночный, Аганбегян, Абалкин, вот эта группа, которые говорят, надо идти вот в рынок. В итоге первая группа была разогнана, их перспективы и предложения сняты, и осталась одна безальтернативная группа рыночников. И мы пошли вот туда, в рынок, хотя нигде в мире, это большая архаика, как нобелевские лауреаты писали во главе с Тиглицем, было два письма одной Горбачева, другой Ельцина. Никакого рынка нет. Что вы? Это большая иллюзия. Нет на Западе рынка, как вы его себе представляете. В общем, пошли в некое направление, раз государствование, и это все усугубило, усугубило ситуацию. Ну вот, как ревизия советского общества, я не хочу сказать, что какие-то позиции, тут не об этом идет речь, о том, что позиции были вот правильные сменились на неправильные, а говорю о том, что смена произошла в очень быстрый период, и которая такой концептуальной смены государство не выдержала. Плановая экономика и общенародная собственность заменена рыночной экономикой, смешанной формой собственности. Конец еще 80-х годов. То есть и частная, и государственная, всякая. Это еще Советский Союз существует. Неизбежность коммунизма, концепция конвергенции. Пора завязывать противостояние, конвергенция, взять лучшее от коммунизма, от социализма и капитализма. Классовая борьба основы советского общества новое мышление проразглачает Горбачев, суть которого нет никакой классовой борьбы и идеи толерантности. Толерантности, ну, кто же? Так оно сейчас у нас во всех программах сидит, этот концепт толерантности. Любое РПД открываешь, рабочие программы, дисциплины, там везде вот этот концепт толерантности. Почему? Потому что он в стандартах есть. Поскольку, если вы хотите сказать дружба народов, так и скажите, дружба народов. Толерантность это же о другом, что надо быть терпимым к ЗУ. Надо быть терпимым ко всему. То есть вместо классовой борьбы толерантность. Вместо трактовки истории от побед к победе, истории от преступлений к преступлению. Черные страницы истории воспроизводимы. Вместо советской модели государственной, кстати, социологические опросы показывают, когда народ задает вопрос, а вы за какую экономику рыночную или плановую? Говорят, мы за плановую. Подавляющее большинство. А вы за какую политическую модель? За систему разделения властей, ту модель, которая сейчас у нас, опрос так формулируется. Значит, или вы за систему советов? Говорят, за систему советов. Народ-то, в общем-то, как бы симпатизирует. Хотя, открываем наше общество знания, нет альтернативы рынку, нет альтернативы разделению властей. Ну, в общем, эта смена произошла. Вместо позиции каизис буржуазного общества формула по опыту цивилизов... всех цивилизованных стран. Сама по себе формулировка тоже показательная, что есть, якобы, получается, цивилизованные страны, а есть страны не цивилизованные. Ну, то, что это все носило характер политического проекта, ну, только два свидетельства. Первое свидетельство Анатолия Борисовича Чубайса, когда вот, ну, эти письма адресуются, значит, Нобелевских ауэтов, Горбачева, потом Ельцин, говорят, что вы вообще делаете, значит, вы какой-то, ну, странная у вас экономическая рецептура, так не делается, не проводится, обвал цен, значит, вот это, как бы, неуполнение социальных обязательств, такая, бешеный темп при приватизации, они все это с разных позиций, Нобелевского ауэта, два письма, они это осуждают. Что ответил Чубайс? Да они там на Западе вообще очень плохо понимают, что мы делаем, эти Нобелевские ауэты, мы вколачивали последний гвоздь, крышку гроба коммунизма, а не пытались какие-то экономические формы провести. Вот что такое было. А второе свидетельство это Александра Яковлева, которого называли прораб пейстройки, он Яковлев, агент СРУ. Что ответил Горбачев? Ну, скажи, вот Яковлев полезен делу перестройки? Если он полезен делу перестройки, да не важно, что он агент СРУ. Не важно. Ну, так вот, признание Яковлева, что был разработан мы, он указывал, что был не только он один, а были еще у него сторонники, ненавидели коммунизм. Ничего себе, глава идеологического, значит, куратор идеологии ненавидел коммунизм. Так вот, был разработан хитроумный план. Вначале удавить Ленинам по Сталину, потом Марксам и Плехановым по Ленину, а затем с позицией так называемых общечеловеческих ценностей ликвидировать советскую систему. Ну, собственно, так оно и произошло. И в этом отношении, в общем-то, то, что называется обществоведческий дискурс, он четко подверстывался под эти задачи, и в этом отношении вопрос о суверенитете общественных гуманитарных наук он имеет принципиальный характер. Ну, говорят, нет национальных наук. Есть такое, значит, высказывание. Не буду брать сейчас сферу естественных наук, и то, что называют технических наук и так далее, но гуманитарные обществоведческие науки, они, конечно, связаны с национальной культурой. Они, в общем-то, продуцируются из той культурной традиции и того опыта, которым обладает соответствующее государство. Ну, мы посмотрим, ну, например, там, скажем, концепция политических спектр левые-правые, понять это без французской мысли не получится. Политический менеджмент, теория естественных потребностей педагогики, постиндустриализм, это американский продукт. Мультикультурализм, ну, откуда мультикультурализм? Это канадский продукт. Там надо как-то было обеспечить франкоязычное, англоязычное население, другие. В Канаде это срабатывало, где-то нет. Теориэлит, если мы посмотрим, ну, это Муссолини. Она сейчас у нас распространилась, но все эти мыслители, они были вокруг Муссолини. И все это подверсилось под идею корпоративного государства. Ну, возникает вопрос, то есть, оказывается, в общем-то, общественные науки имеют национальные основы. А если это так, значит, возникает вопрос. А где наши? Где наши национальные науки сегодня? Именно опирающиеся на российскую цивилизационную традицию. У Джеффа Исакса, Джефф Исакс, это был первый советник, Гайдар Гайдаром, но вот реформа шоковой терапии, это, что Джефф Исакс, как такой авторитет. Он неолиберал, монетаист, где-то уже проводил, значит, эти эксперименты, по прошествии лет он признался в отношении этих айфорум 90-х. Вот его высказывание. Мы положили больного, то есть Россию, на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, а у него оказалась другая анатомия. Что сказал Джефф Исакс? Ну, сама вся метафора, так еще та, вскрыли грудную клетку, эксперимент такая подобранная. Но главной в России оказалась другая анатомия. Это свидетельство противника. А возникает вопрос, а где в общем-то наши труды фундаментальные, взятые на управленческий уровень, которые исходят из анатомии России, где те курсы, программы, изучающие анатомию в России. Пример поведу. Я являюсь деканом в одном из вузов. Вуз имеет давнюю педагогическую историю. И вуз претендовал на то, чтобы получить госзадание на разработку методик, внедоение традиционных ценностей в образовательный процесс в школе. Ну, казалось бы, очевидная вещь, правильная. Традиционные ценности провозглашены на уровне президента. Сейчас все эти образовываются, но методики бы. Хорошо, как это все внедоять в разных предметах детям. Минпрос поддержал. Русская православная церковь активно поддержала. и благословила на эту задачу. Дальше оказалось маленький такой шаг. Экспертиза Академии наук. Как вы думаете, как она завершилась? Академия наук дает очень короткий ответ. Не считаем тему актуальной. Заявка номер два. Мы имеем право три раза подать эту структуру. Второй ответ. Не видим в этой теме научной новизны. Ну, вот и все. Значит, для президента это есть актуальная задача и научная новизна, поскольку новая тема для структур такого уровня нет такой актуальной темы и научной новизны в этой задаче. Ну, этого примера может быть даже и достаточно было бы для характеристики в общей ситуации. Итак, ну, вот эта вся история, что с нами случилось. 87-й год, наверняка здесь присутствующие помнят, журнальная кампания, значит, давайте белые пятна ликвидируем, белые пятна прошлого. Белые пятна тут же становились черными, значит, правду истории откроем. Ну, она правда, ну да, действительно, в Борежневский период, если открываешь учебники для 10-го класса, там в Хрущевские годы было много в отношении Сталина негативизации, а в Борежневске пошли по пути вообще не упоминать. Почему? Ну, какая-то логика в этом была, какая-то. В Испании это она сыграла такая роль логика, они исходили из того, но гражданская война, франкисты-республиканцы все сводят в счеты, давайте просто не вспоминать ее. Гражданская политика забвения. Ну, в Испании они действительно так сыграли, но у нас это ни к чему хорошему не привело, потому что не определились позиции, а в итоге вот когда стали эти белые пятна, как бы белые пятна, а действительно политику забвения расчищать, значит, они превращаются в черные, а дальше черное пятно распространяется, сначала Брежневиза, сталинизм, потом вся советская история, потом вся история России, а потом что-то остается только самоликвидация, потому что как жить, если все в прошлое это черное пятно. Для социальной психологи, говорят, для тех людей, для многих людей, находившихся уже в возрасте вторая половина 80-х годов, была огромная психологическая травма. Была экономическая шоковая терапия, но была культурная шоковая терапия. Вот эта культурная шоковая терапия, она, в общем-то, нанесла такой удар, а дальше, если не на что опираться, все прошлое черное, наше эти, как бы, обществоведение, мы не знали общество, в котором уже нефункционально, но мы утрачиваем ценностный суверенитет, отказываемся, а научите-ка нас, выдающиеся ученые из-за рубежа. Утрата ценностного суверенитета приводит к утрате суверенитета политического, дальше гибель Советского Союза, дальше предполагаемый, пролонгируемый из этого сценария гибель России. И она должна была произойти по всем этим сценарным прогнозам. Ну, опять-таки, апеллирую глобальным трендом ЦРУ. В начале еще 2000-х годов очередной доклад, где они 8 или 9 государств России распадаются. Их прогноз России единой не будет. Что этому помешало? Ну, мешало, прежде всего, они не знали единственное, как решить проблему с ядерным оружием. Ну, как бы, значит, распад России, а вдруг это ядерное оружие окажется в руках каких-то неконтролируемых групп. И тогда это взорвут планету. Этого боялись, решили это несколько отсрочить. Но известная вещь, Беловеческое соглашение, Ельцин, Кравчук, Шевкевич, Ельцин звонит Бушу Старшину. Ну, многие говорят о том, что вот он, ну, как он, не позвонил Горбачеву, позвонил Бушу. Это действительно так. Но не это главное, а главное, что он зачитал, и что он Бушу сообщил. Бушу стенограмм есть. Бушу было некогда, он не хотел разговаривать, он чем-то был занят. Но Ельцин настаивал, можно я прочитаю только одну статью нашего соглашения. И он зачитал одну статью. Белорусское соглашение все опубликовано. Статья номер шесть, это ядерное разрушение под международным контролем. Значит, планировали в какой-то перспективе эту последнюю составляющую сувенидет убрать. Ну, что-то пошло не так. По разным причинам затянулся процесс, чудо может быть случилось. Но, тем не менее, вот эту составляющую не убрали. Ну, а дальше процесс разворачивается в другую сторону. Десуверенизация гуманитарной науки выражена в следующих позициях. Культивирование западно-обществовения и западной системы ценностей. Ну, провели такое исследование, значит, учебники, программы в вузах России по 20 гуманитарным и общественным наукам. Везде опора на западные обществоведческие концепты. Потом мы разберем, не сегодня уже, разберем по каждую из них, которые базово являются по каждой дисциплине. Второе. Уход от больших смыслов и процессов, де-идеологизация и деконцептуализация. Но де-идеологизация, значит, стала пониматься вообще не надо каких-то концепций. Любая концепция есть претензия на какую-то идеологичность. Но в одном из институтов академических тоже сошлись. Значит, ну, позиция такая. Разрабатывается некий план работ. Значит, соответственно, обосновывается тема, исследовательская тема. Что говорят коллеги? Да вы что? Какие концепции? Модели тут используете, теории? Шо вы? Мы моделями не занимаемся. А чем вы занимаетесь? Мы в архивы ходим и описываем, что там взято. Ну, возникает вопрос. наверное, понятно, что архивы очень важны. Но это же к чему-то должно повести на уровне концептуальном. Нет, от этого полностью отказались. Это в этом увидели претензию на идеологию, а против никто не отказывается. У противника эти матрицы достаточно четко. Ну, чтобы вот это собрание всех этих как бы матриц. А Ичард Пайпс, Россия по старому режиме, прямо он все эти фобии, значит, именно концептуально выведенные. Третья позиция. Разрушение ЦО, акцент на частном и индивидуальном фрагментаризации. Знаете, еще один пример. Коллеги сделали очень важное исследование. Ну, такой был инициативный проект, они задались вопросом. Это было опубликовано некоторое время назад в журнале методика преподавания истории. Чисто такая методическая разработка, без таких претензий на какую-то концептуальность, но важная. Немцы, нацисты на оккупированных территориях. Ведь школы функционирования какие-то были закрыты, какие-то функционируют. Вопрос, а что там в школах-то преподавали на оккупированных территориях? Понятно, что нацисты ставили задачу уничтожения противника. Ничего хорошего они там нести не могли. Особенно в гуманитарном и общественном. Может, вообще не было. Нет, она была. Два было этапа. Первый этап это позиция такая. В истории России было два компонента. Одно хорошее, другое плохое. Там-то они у себя преподносили дело так, что ничего хорошего нет. Это унтерменши и, в общем-то, все негатив. А здесь на оккупированных территориях два компонента. Хорошая это европейская начало, плохая это азиатская. А надо напомнить, что они воевали против Азии. Соответственно, Киевскую Русь надо в плюс. Это как бы европейская вектор. Московскую в минус. Это азиатизация. Петербургскую империю частично в плюс с той точки зрения, что произошла вестернизация элит петровская. Но минус народ он в азиатчине. Советский однозначно в минус, поскольку это такая воинствующая азиатчина. А новый порядок, который несут немцы, это плюс, поскольку это европейский порядок. Это первый был этап. Кстати, возникают очень большие вопросы. Когда открываешь современные учебники, возникает странное такое ощущение похожести. Европеизация это хорошо, а что в сторону этой европеизации это плохо. Ну, именно так вот Гитлер давал такую версию. Но этот проект провалился. Потому что советские учителя все равно там были, они преподавали не так, как хотели нацисты. Ну, и тогда был везен внимание предмет под названием родиноведение. как? Немцы, нацисты на оккупированных территориях предмет родиноведения. Что это такое? Но все проясняется, когда в общем-то знакомишься, что они хотели, чтобы там преподавалось. Можно историю села изучать. Можно историю как бы какого-то локалитета. вот что-то локальное, о крае своем. Это можно. Можно даже о своей фамилии. Но ни в коем случае не о чем-то большом. Ни в коем случае. Можно народные календарь. Очень любили народные календарь. Чтобы там изучали народные календарь. Но ни в коем случае не Россия в целостности. Задача раздробить, локализовать, ну опять-таки ощущение такое. Посмотрите на что гранты дают по гуманитарным дисциплинам. Но это появно. Попробуйте с большой темой какой-то выйти. А попробуйте большую тему в диссертационных исследованиях защитить. Этого не получится. Темы любят очень узкие, очень локальные, не претендующие на концептуальность. И уже, можно сказать, установилась такая традиция. Ну, а в отношении краеведения, то это, ну, понятная эта вещь, но она непонятна у нас до сих пор, проекты о том, что давайте больше краеведения. Краеведение неплохо. Если история своего края связана с историей России в целом. А если эта история края дается в отрыве от истории России в целом, то это нечто другое, это называется сепаратизм. Четвертое, негативизация опыта России, что вот, в общем-то, российское это всегда, в общем-то, некая, некая девиация, ну, это у нас. Это у нас. Будем потом рассматривать. Просто удивительные вещи. Ну, как-то концепция тоталитарного государства. У нас Государственная Дума, хотя с запозданием, внесла запрет на уподобление советского коммунизма и германского нацизма. Хотя с запозданием, но это запрещено. А вместе с тем, у нас в обществознании других дисциплин, политология, как некая классика, преподается концепция тоталитарного государства. Суть которой, что было два режима подобных друг другу, нацистский и советский. Суть их, что они противостояли свободе. Ну, извините, это запрещено вообще. У нас дети ЕГЭ задают вопрос, до последнего года задают вопрос, что такое как бы тоталитарное государство, его признаки. Он против нас направлен, концепт был. Чтобы подверстать, надо сказать, что это был Гитлер, его судили на Норбергском тайбунале, а Советский Союз это то же самое. Ну, как так возможно? Представление, наконец, об универсальности опыта Запада. Что западный путь это единственно возможный, кто-то отстает, кто-то приближается, но это единственная дорога, и другой дороги нет. Ну, по большому счету, знаете, есть расизм, есть народы высшие и низшие, есть эволюционизм, который в сути тот же расизм, есть народы передовые, и есть народы отсталые. В общем-то, мы пришли к такой ситуации. Давайте я пролесну. Мы при следующей встрече, то, что я сегодня планировал, еще разберем. Ну, вот последний слайд, здесь он несколько вещей я хочу все-таки сказать. Таи стратегемы. Я завершу с тем, с чего начал, с тем, что мы оказались в ситуации конфликта глобального и что делать в плане мировоззренческом, гуманитарном, в плане той темы, которую, в общем, поднимает книга. Таи стратегемы. Стратегемы номер один. Начну с того, что нельзя делать, но, к сожалению, так делали до последнего времени. Первое. Нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Ну, вспоминаю, Владимир Ленин, когда говорил, главная ошибка отмены кайпостного права или не ошибка, то, что отмены кайпостного права поручили кайпостникам. Нельзя победить Запад, будучи западником. На этой платформе, иначе непонятно, из-за чего конфликт. Стратегема номер два. Нельзя победить врага, являясь частью системы врага, поскольку часть никогда не побеждает целое. Если мы часть этой системы, мы подчинены законам этой системы и функционируем потому, как она функционирует, мы являемся одной из компонентов. Третье. нельзя победить врага, играя по правилам врага. Кто устанавливает правила, кто хозяин игры, тот в итоге одерживает победу. Средневековая притча. Нельзя выиграть у дьявола в шахматы, ибо он хозяин всех игр. Если так нельзя, как можно и как нужно. Если нельзя победить врага, опираясь на ценности врага, значит первая позиция. Должны быть представлены, заявлены цивилизационно идентичные, идентичные для России ценности. Первый шаг в принципе сделан. Традиционная духовная ценность России, правда, перечень удручает. Там гуманизм, права человека, все прочее, и много чего другого нет, как, например, правды или любви, например. Итак, первое, значит, надо идентичные ценности. Второе, если нельзя победить врага, являясь частью системы врага, значит, надо выстроить свою систему. Россия центричную систему. А уже кто готов к нам войти, выстраивать вокруг себя этот альтернативный мир, тем более, что у у кого Россия потенциалов для того, чтобы выстроить, может быть, у единственной пока. Потенциалы такие исходные существуют. В концептуальном плане вот она заявка. Россия есть отдельная цивилизация. Ведь что из этого? Из этого очень много чего следует. Если Россия отдельная цивилизация, нам ваши универсальности вообще не нужны, мы их отойцаем. У нас свои законы, свои принципы, и идеалы. Ведь это следует. Хотя сейчас пытаются подверстать, президент сказал, государство цивилизации, ну, в общем-то, как бы, так сказать, носители либеральных идей пытаются свою эту либеральщину туда, в общем-то, под и под государство цивилизацию воткнуть. То есть, значит, если нельзя победить врага, играя по правилам врага, ну, тут-то вот возникает запрос на идентичное российское обществоведение. На идентичное, вот откуда правила-то выстекают? Из идентичных для нас наук. Отсюда возникает вопрос коэвизии всего того, что преподается, то, что является у нас сегодня, как бы, ядро составляет нашей гуманитаристики. О том, как, значит, по каждой конкретной науке, какие, собственно, значит, установки и доминирующие позиции, такую деконструкцию, давайте в следующий раз проведем акцентированно. А на этом я хотел бы поблагодарить за внимание. Спасибо. Спасибо. Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад.